И все, привет, ребят, с вами Сорванка, я с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоурок посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре будет устройство, которое уже завтра появится в челлендже, на момент выхода этого видоса у нас уже этот челлендж стартовал, посмотрим, что из себя представляет эта смока, насколько она актуальна и насколько хорошо можно будет с ней сыграть, насколько большое количество очков я вообще в принципе на ней набью. Это устройство на смоку упорядоченная боеукладка, это та боеукладочка, которая у нас каждый четвертый выстрел дает критический урон, ну и играть с нею я буду сегодня на Викинге, по Викингу, ой ничего себе, у меня здесь оказывается устройство плохое на рейсе стояло, по Викингу я возьму конечно же Эмми и по дрону мы сегодня берем Гипериона, лучший дрон для реализации и для обзора вооружений, дает полную расходку, дает быстрый кулдаун аптечки, ну и дает возможность быстро также ставить мины. Посмотрим что из этого выйдет, посмотрим насколько жестко покажет себя это вооружение, по резистам также давайте наверное сразу поменяем, возьмем резист вместо твинса от молота, молот, рикошет, гром, ну и запикаемся в любой быстрый бой, хотя наверное даже стоит, стоило запикаться в какую-нибудь тдм-очку, тдм-очку, тдм-очка была бы наверное показателем того, насколько хорошо бы показалось это с мака, но быстрый бой тоже можно было, потому что, ну иногда просто быстрый бой предлагает хорошую карту, да, вне зависимости от режима, а то бывает что в какой-то определенный режим пикаешься и там, ну мягко говоря, запикивают в какую-то шляпу, да, например на предыдущем обзоре из челленджа рикошета с Эмми, я играл в джаггере вообще, да, то есть я никогда бы не подумал, что тот рикошет можно хорошо реализовать в джаггере, но у меня это получилось сделать, поэтому иногда быстрый бой тоже предлагает хорошую карту и неплохой режим, в зависимости от того, какое вооружение вы используете. Но нас закидывает, я так понимаю, уже в начатый бой, 6 минут до конца, конечно же нет смысла его играть, при том, что мы еще и выигрываем без шансово, поэтому давайте пикаем лучше быстрый бой и уже посмотрим, что нам предложат матч-мейкинг, надеюсь это будет новая катка и какой-нибудь неплохой режим. Это осада на кунгурчике, неплохо, неплохо, хорошо, давайте посмотрим, что у нас на осадочке будет получаться, я думаю, что более актуально мне было бы, наверное, пушить вражеские респы, посмотрим, что у нас вообще по урону на расстоянии, по урону на ближней дистанции резов от смоки в последнее время берут не так много, потому что я считаю, что эта смока находится не в самом лучшем балансе, даже я бы сказал, что она находится в ниже среднем балансе, то есть это не метовая пушка на данный период времени, но, быть может, сейчас она покажет себя очень круто и я поменяю свое мнение, потому что для меня лично смока, ну не очень, не очень, хотя сейчас мы все вместе с вами здесь увидим. Криты очень сочные, по 1600 залетают, ну как и в принципе урон тоже стабильный, по 600-700 на накидочку, резов от смоки не должно быть много, если, конечно, противник не переоденется и не поодевает их большое количество, вот как, например, сейчас уже один человек одел рез от смоки, но если много не возьмут, то, наверное, будет неплохо. Главное, конечно, попадать по противнику, потому что часто у меня лично бывает такое, что я стреляю и мой выстрел летит мимо. То ли я не умею стрелять на смоке, хотя когда-то даже на ней в турнирах играл, но, видите, бывают такие моментики неприятные. Ну и плюс еще иногда эта пушка начинает баговать и нестабильно регать урон. Может быть это факт тоже, который может сейчас даже мне мешать. Ну вот, например, сейчас вы видели, что я попал четко в птичку, но она была без урона, к сожалению. Я не знаю, от чего это работает и как и почему, но вот такие вот ситуации происходят. Так, смока у нас с поджогом против есть. Смока с поджогом, кстати, тоже то устройство, которое у нас в этом челлендже имеется. И, возможно, если вам интересно, мы ее тоже затестируем в одном из следующих видеороликов. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Так, ну и что касаемо точек, пока что у нас, ну, нету захвата. Нету захвата. Тяжело, тяжело, очень тяжело идет. Пока что очень тяжело идет. Противничек уже с резистом стоит на точке. Я больше пытаюсь сыграть как-то аккуратненько, чтобы нанести как можно больше урона. Но сейчас, когда у нас уже точка начинает улетать, конечно, мне нужно подъезжать. Но мы все равно эту точку теряем. Плохо. Очень-очень-очень плохо. Мы сейчас эту точку потеряли. 1600, хороший урон, 1200 на добавку. Это победа с ДАшным танком. 1600 скрита, 1200. Обычный выстрел. Ну, если реза нету, если противник дает сблизиться и накидывать урон, то, в принципе, ну, наверное, неплохая вещь. Сразу скажу, что пользоваться этим устройством, я имею в виду, перезаряжать, например, вот стрелять в стенку, там, пару-тройку выстрелов, потом кидать по противнику, да, ради того, чтобы получить крит дополнительный. Но я бы не сказал, что это суперактуальная вещь. То есть мы, грубо говоря, сегодня просто рассматриваем не только устройство, но и саму пушку на... Блин, плохой вердрек, если честно. Хотя, может, и не какой плохой. Я думал, что меня сейчас быстро набреют, а меня еще и не слили. Ну, хорошо, тогда пойдет. Мы еще и смотрим не только устройство, но и саму пушку в балансе, да, потому что я на смоке уже давным-давно не играл, и очень многие говорят, что она якобы там нормальная, кто-то говорит, что наоборот, она плохая, да. Поэтому мы ее еще и смотрим, да, насколько она хороша. Но устройство с критом, да, то есть я бы сказал, что, например, Эмми намного лучше по устройству. То есть устройство, которое может снимать расходку с противника, либо то устройство, которое может наносить пробитие, да, то есть смока с пробитием тоже. Оно смотрится куда интереснее, чем смока, которое дает каждый четвертый выстрел критом. Да, то есть, при том, что этот крит всего лишь, всего лишь на 400 урона больше, чем обычный урон. Это мало. Даже я бы сказал, это очень мало. Это если противник без ДАшки. Если противник без ДАшки, то получается у него уже не на 400 урона больше, а на всего лишь 200. Да, то есть, ну, такой же. Это явно не тот момент, ради чего стоит, наверное, использовать это устройство. Ну, а так, по балансу, сейчас мы в рамках этого боя посмотрим на смоку, что она вообще покажет. Пока по очкам идем на первом месте. Но за 5 минут 320 очков в осаде, наверное, это не крутой результат. Не крутой результат. При том, что я еще использую довольно удачный дрон для реализации этого вооружения. О, хороший купол. Отличный даже, я бы сказал. Ой-ой-ой, хороший, еще тычка залетает. Давай, добавляем, добавляем. Хорошо, еще добавочку. Блин, у меня нет аптечки, к сожалению. А можно было, если честно, было бы аптечкой еще пожить. Еще покидать урончик. Наши тиммейты там точку должны страховать. У меня скоро будет овердрайв. И желательно мне, конечно, бы его было бы прожать здесь где-то справа. Противник, чтобы чуть-чуть еще шире подпушил. И тогда мы этот овердрайв реализовали повкуснее. Так что давайте кидать. Ой-ой-ой-ой, у нас там есть шанс на захват. Есть шанс на захват. Держать, держать, держать. Помочь бойцу, помочь. Помочь, хорошо, хорошо. Помощь есть, титана купол есть. Взятие точки есть. Супер, 1600 на добавочку. Еще 1200. И там на одну тычку буквально остается этот молодой человек. Не знаю, была у меня аптека или нет. Скорее всего, да. Можно было тоже ее прожимать. Так, 500 очков. 500 очков с двух захватов. Камбэк МК-точку. Это очень хорошо. Так, 1600 на добивочку. Супер. Первым выстрелом стабильно у нас, получается, залетает крит. Я так понимаю. Если его, конечно, не промазать. Это неплохо. Неплохо. Так, давайте прожимаем овердрайв. В обратку мне смока оверку свою не прожало. Так, и еще одного добили. И еще одного добили. Супер. Пять киллов. Пять киллов субердрайва на смоке за счет средней дальности. Наверное, неплохой результат. Наверное, неплохой результат. Пойдет. Викинг в обратку дает овер. У вражеского викинга, кстати, со смокой. Либо эми у него, либо оглушение. У него 300 очков. У меня 600 уже. За 6 минут. Неплохо. Неплохо. Может быть, даже получится выиграть эту катку до срочно, если мы будем контролировать хорошо точки. Но, наверное, пока что рано забегать. Еще так сильно вперед. Но все равно пробуем. Пробуем накидочку делать. Красивую. Титанчик прожимает овердрайв. Резав от смоки стало уже 4. Наши тиммейты, интересно, подстрахуют там точку. Пока что у нас с точкой D плоховато все получается. Первую дэшку мы противнику отдали. Эта точка? Не, эта точка пока сейвится. Хороший овердрайв от викинга грома. Сейвит точку. Блин, 3 выстрела подряд промазал. Но это очень плохо. Сколько выстрелов промахиваешься. На пушке, которая, по сути, ну, можно стабильно урончик наносить. Это, конечно, не есть хорошо. Так, фриз здесь на заморозочку. Меня чуть-чуть подбудкал. Ой-ой-ой, хороший купол от титана. Даже, я бы сказал, шикарный купол от титана. Играем в него? Конечно, играем, конечно. Скоро будет овердрайв. Хантер прожимает овердрайв. Не дотягивает до купола. Это хорошо. Очень даже хорошо. Так, и мы точку захватываем. Супер. Сейчас будет у меня еще овердрайв. Криты раздает диктатор. Супер, тоже бомба. Так, и еще пару выстрелов выдать с критом. Овердрайв начинает падать. И у меня, кстати, овердрайв тоже появляется. Выжимаем свой овердр, чтобы забрать еще один овер. Овердрайв забираем. Так, и еще теперь было бы неплохо хантера слить. Хорошо, хантера тоже неплохо накидываем. Так, и пробуем забрать точечку. Хантерочек здесь пушит. Отлично, по викингу тоже залетает. Залетейла есть. И теперь все, что нам нужно сделать. А, я хотел сказать захватить точку, а мы ее уже и так забрали. Отлично, четвертая есть. Можно сыграть чуть агрессивнее, наверное. Даже попробовать прожать овердрайв у них на респе. Пока наши тиммейты будут пытаться захватывать следующую. Но вот этот нулевой урон, конечно, супер противная вещь. Ладно, давайте попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Сольют меня или не сольют. Аааа, и ДДшку не успел прожать. Если бы слил этого типа, может быть переключился бы еще бы на кого-то. Но это такое, знаете, уже более рисковый овердрайв. Все-таки я его дополнительно забрал с центра. Так, решил попробовать что-то сделать. Что-то сделать нестандартное. Так, ну вот этот у вас Викинга Гаусс, конечно, очень нагло играет у нас в тылу. Я в него еще с макинь попасть не могу. Так, падаем в точку. Тантер с овердрайвом! Аптечка есть, хорошо, но нет. Меня все равно сбривают. До захвата осталось совсем чуть-чуть, но мы не додержали. Может быть, если бы этот овердрайв бы оставил бы, сейчас бы он пригодился бы куда лучше. Но я, дурачок, его брал в пустую. Так, овердрайв падает на центре. Пробуем играть в него, наверное. Пробуем забирать, ехать. А, его уже забрал Викинг вражеский. Ладно, понял. Хорошо. Забрал и забрал. Ничего страшного. Как говорится, нету. Так, пробуем накидывать. Меня радует то, что от смоки резов немного. Даже, ну, если учитывать тот факт, что в этом бою их больше, потому что здесь типы взяли, да. Потому что у нас и так тут тоже еще сверху есть смоки. Но так, на постоянной основе, в матчмейкинге резистов от смоки супер-супер мало. И поэтому, когда я изначально сказал, что смока находится, по моему мнению, ниже среднего баланса, то я, ну, уже объективно был неправ. Я уже был неправ. То есть, та пушка, которая находится в ниже среднем балансе, она не может набить за бой больше 1000 очков. Ну, при любом раскладе она не может набить больше 1000. А здесь у нас уже тысячонка практически есть. То есть, это уже довольно неплохой результат. Так, молодой человек срезан. Здесь еще прячется. Не понимаю, что за твинсы бьют. А наш твинс берет, бьет по своим тиммейтам. Боже, а что за гений? Зачем бить по своим тиммейтам? Это же такая противная вещь, когда тебе кто-то сбивает прицел. Ладно, еще там я на смоке играю, там не так сильно чувствуется. А если кто-то будет играть на шафте, ну и вот такой вот тип попадется, который будет постоянно сбивать прицел. Это прям очень больно. Лаги какие-то у нас сегодня очень серьезные на постоянной основе происходят в игре. Хорошо, что титан вражеский купол не ставит. Это 4 минуты остается до конца. Наш титан прожимает. Еще один даже сверху добавляет. Не знаю, зачем было добавлять. Потому что можно было оставить этот купол. Потому что на случай, если сейчас противник подъедет, я начнет сжимать овердрайв. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хорошо. У меня 90. Титанчик, не хочешь взять? У меня 90, возьми. Хорош. У меня, кстати, вот эта оверка появилась. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, неплохо. Так, титана бы купол бы пропал бы. Я бы еще бы оверку бы на бабочку сделал бы. Еще бы одну оверочку добавил бы. И фул расходочка будет у нас обновлена. И можно добавлять. Я уже чувствую, что можно добавлять. Офигеть. Плохо почувствовал. Плохо почувствовал. Гаусс какой-то залетел. Неожиданно. Я даже не понял, откуда он залетел. Скорее всего, сверху, либо сзади. Но я его не видел. Почувствовал. По чуечке. Могло залететь очень неплохо. Притом, что там еще Титан стоял. В зоне удобной. С большим количеством противников. Там можно было накидать. И дать очень неплохо вкусные дамажки. Так. Один я контролирую пока что точечку. А что мы это сейчас подъехали. Это могут слить. Могут, могут, могут меня слить. Но не сливают. И это последний захват. Отсюда за 13 минут каточку мы заканчиваем. И зарабатываем 1221 очко. 300, ой, 30. 38 килов. Не 338. 7500 кристаллов. Что я могу сказать в целом? Смока меня порадовало. 100%. Я не ожидал, что она будет вообще в принципе себя показывать не так плохо. Я думал, что она по балансу будет намного-намного хуже. А в целом она смотрится неплохо. Даже я бы сказал интересно. Но что касаемо устройства. То явно это не самое лучшее устройство, которое есть у нас на смоку. Да. То есть если сравнивать ее что с эмми смокой, что со смокой на пробитие. Что одна, что вторая смока. Будет смотреться куда интереснее. И даже парализующие снаряды. Да. То есть лучше нанести из крита какой-то статус эффект. Нежели скрита нанести на 400 урона больше. Да. То есть 400 урона это ну мало. Мало. Объективно это мало. По плюсу. Да. А дополнительный статус эффект. Это вещь, которая может очень сильно вас в нужный момент засейвить и помочь. Поэтому если у меня бы стоял бы выбор взятие вот такого устройства. Либо взятие устройства по типу пробития эмми снарядов. Либо оглушающих снарядов. То я бы точно обращал бы внимание на статус эффекты. Но что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Поддержите видос лайком. Если данный видос вам понравился. Если вы согласны с моей точки зрения, тоже можете по этому поводу написать. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике. Мой личный тег создателя контента это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танков. Все информации по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.